все пойдемте вовнутрь спасибо большое эти друзья профессионалы сотовой сети сказать здравствуйте меня зовут евгений я являюсь специалистом по измерениям радиации вот это высота подошел охранник три дома соединены коммерческими помещениями ну что серьезно сами дома по технологии строительства у нас монолит у людей будет гораздо меньше каждый житель чувствовал себя комфортно если что сделали это покрасили стены у нас 5 квартир в этой секции в этой секции 6 квартир обулись и теперь можно пожарные рукава есть друзья метр 950 10 из 10 меньше темных углов друзья здесь помещение с двумя окнами колы через дальневосточная там также есть подземный паркинг вам смотрим дверь дверь открыта друзья всем добрый день меня зовут андрей артемов я эксперт по недвижимости сегодня я нахожусь в жилом комплекте на дальневосточный дом 15 от застройщики группы компании пик и экскурсию по комплексу нам сегодня проведет дмитрий дмитрий добрый день добрый день на меня зовут дмитрий менеджер компании пик можем до начать экскурсию просто пойдем со двора с улицы можем с улицы пройтись вокруг дома обойдем расскажу вам о компании в целом технология отлично пойдемте тогда пойдемте ох ты дверь это какие широченные но дальневосточный проспект вот до дальневосточный проспект дальневосточный 15 наш проект расположен вдоль дальневосточного проспекта 6 домов башенного типа 2 соединенных то есть 33 корпус 1 3 дома соединены коммерческими помещениями сам наш проект разделен на две очереди то есть первая очередь она у нас в конце 2019 года была сдана вторая очередь заселения до 31 марта 22 года пойдемте тогда пройдемся вот это же у нас сразу в подземный парк не до заезд да все верно получается только повернул свой двор и сразу в парке на здесь у нас будет въезд подзема уже есть уже есть до выезд соответственно вот там подальше но сейчас мы пройдем увидим сами дома по технологии строительства у нас монолит с навесными плитами которые с утеплителем облицованы керамической плиткой очень устойчивая к внешним воздействиям за счет как раз плитки да да плитка она гораздо более практично в обслуживании соответственно затраты на капитальный ремонт у людей будет гораздо меньше и сама простом языке получается у нас периметр это у нас сборные монолитные плиты с завода все верно же свой завода с вашего же завода и соответственно дальше уже заливается монолитная плита из бетона 20 сантиметров до соответственно с проектом и дальше также строится но тут конечно сразу прикольно что широкий балкон это метр сорок дайте не ошибаюсь глубина глубина 110 примерно 110 на слушайте смотрится так очень что больше мне нравится что есть корзины и выводы вы делаете же уже отверстие уже да вот эти ниши они под внешний блок кондиционера в каждую комнату они уже проведены далее в квартире уже посмотрим демонстрацию как это все сделано пойдемте дальше да расскажу наверное пару слов вообще о компании нужно познакомить там компания пик крупного строщик россии 25 лет мы на строительном рынке извиняюсь если не ошибаюсь вы лидер номер один по строительству по устраивающимся квадратным метрам да все верно то есть большая часть проектов у нас реализована в москве и московской области в санкт-петербурге сейчас у нас четыре проекта реализуются еще строится кроме пиццы мы строим в тюмени в калуге в обнинске сейчас у нас планируется достаточно обширная география и в том числе в санкт-петербурге вы хотите выходить на новые и на новые рынки да будем уже выходить то есть до компании в этом плане краснодара не хватает я вернее краснодар у вас не хватает а в санкт-петербурге сейчас четыре проекта реализуем этого дальневосточный 15 на котором мы с вами находимся орловский парк обзор есть на канале друзья ссылку оставлю в описании к ролику кантемировская 11 тоже отличный проект возле станции метро лесная но он такой в начальной стадии еще надо там еще не шоуру мы не за да все верно пока что и заречный парк это новая девятки на деревне тоже один из наших новых проектов вот сейчас мы четыре проекта реализуем дальнейшем ожидаем старт новый старт и продаж дальневосточный соответственно три дома уже сданы следующие три дома это вот дальше мы будем проходить виды до что там строительство идет как раз сейчас хороша шелками до темпы строительства хорошие дома уже под крышу стоят на отделку там условно год будет то есть я думаю что все хорошо строительство не задерживают сейчас сейчас активно там уже начинают стеклопакеты ставить как вы сказали что строительство сейчас не задержу до этого задержки у вас были нет задержки серьезных задержек вообще в принципе нет то есть компания держит свои обязательства перед дольщиками в любом случае все какие-то такие моменты они решаются вот и окна соответственно у нас тоже вот можете обратить внимание большого формата то есть реально 180 сантиметров каждого увеличены высоты да вида все верно то есть представьте до от уровня колена у вас сейчас то есть обычное окно этот получается без вот этой нижней нижней вот этого проема да все верно вот вот здесь как раз это хорошо посмотреть уже на первых этажах у нас коммерческие помещения предусмотрены такого формата у дома сейчас но это очень удобно и кстати не все застройщики сожалению это делаю всегда классно вышел из дома купил булку взяли после того как яндекс лавка здесь вот открылась у нас но активно раскупают сами уже помещения и в дальнейшем будут открываться какие-то такие моменты а вот это же садик до стараться здесь у нас идет строительство детского сада муниципального на 240 мест вот эксплуатацию этого сада четвертом квартале 22 года вот можем пройти туда на территорию вот уже получается территории здесь я вижу ландшафтный дизайн скамейки вот такие задор ты получаешь проектируем такую уютную дворовую территорию чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно мог отдыхать на скамейке с книжкой поставить припарковать велосипед то есть то все удобно такая уютная территория закрыта от въезда автомобилей кстати здесь отмечу смотрите друзья освещение она во-первых светодиодная раз во всех проектах вот она такой же однотипно но смотрится реально современные круто и урны даже такие скамейки то есть но для меня большой плюс что дайте мне как бы этом освещение там в одном стиле дом в другом чтобы попасть к себе в подъезд там нужно не за это трехэтажный пандус преодолевать здесь мне у вас очень нравится что во всех проектах вход в уровень земли никаких ступеней не такая безбарьерная среда да и плюс то что они проходные это просто круто можно зайти из улицы или со двора как угодно и также соответственно выйти на сам двор он до такое более уютное пространство которое закрыто от внешнего шума с дальневосточного проспекта вот сейчас пойдем две очереди у нас будут соединены таким длинным бульваром как вы видите прогулочная зона тогда прогулочная зона по бокам у нас зеленые газоны ландшафтный дизайн взрослые деревья уже высаживаются кустарники как видите тоже уже взрослые высаживаются которые не нужно ждать несколько лет когда они вырастут то есть сразу такую получаете уютную территорию где вы можете безопасно гулять с детьми достаточно много крития освещения то есть чтобы в темное время суток было комфортно и безопасно опять же по всей территории у нас видеонаблюдение на всех ходах выходок для опять же вашей уже сразу застройщика застройщика да все это будет соответственно в паркинге то же самое на въезде выезде все камеры видеонаблюдения все за этим следят и все для безопасности не здесь я понимаю да здесь они кабель проклада видимо нужно было это сделать давайте пройдемся что кстати вот здесь смотрите что можно посмотреть смотрите что делать застройщик вот это все то есть тротуар пешеходные зоны на бетонном основании поэтому соответственно здесь никогда не будет ничего там идти волной и падать вниз все верно вот и здесь уже так более тихо спокойно ну во первых да конечно дом закрывает от всего шума здесь уже ничего не слышно только что с левой стороны там стройка ну я не скажу что много шума не нормально самом деле то есть сейчас активно все территории бывших промзон они застраиваются современным жильем поэтому да сейчас да все это кстати да хорошо сказали это же бывшая промка да все верно но здесь уже не ощущаешь себя так как будто здесь там что-то уже здесь современный городской квартал то есть сейчас здесь активно тоже строительство идет мы строим здесь вот 6 домов башенного типа уже детская площадка сюда можно выйти зайти до сейчас пока нет но смотрите здесь у нас запланирован муниципальный детский сад на первых этажах то есть он к нему детская площадка уже есть отведен то есть это будет детский сад все верно то есть помимо муниципального у нас будет частный детский сад там он уже на 70 мест ну соответственно и вот эта площадка детского сада да все верно поэтому сейчас реализуем это коммерческое помещение пока что вот оно еще не заселено как вы видите вот ну целом и соответственно уже кто его приобретет уже да детская площадка уже будет готова а дальше за это детской площадкой у нас уже идет детская площадка непосредственно от нашего жилого кому интересно они очень симпатично так делают да вот это все настоящий камень да конечно сушки а вот это называется вообще эко-эко газон и рада уже назвать вот за счет вот этих пластиковых плит во первых и трава как-то равномерно несет и не такого пропадание когда ходишь по нему то не проваливаешься вниз это конечно комфортно здесь конечно классно очень вот летом очень круто прям выглядит все блестит на солнце детская площадка датской компании компан представлена но сша это сша самое дорогое скажу что самое дорогое оборудование для площадок до оружия выглядит то есть реально летом дети здесь очень прям слушать 6 на руках да вот таком в таком стиле у нас благоустройство такая же детская площадка в таком же стиле вернее будет выполнена рядом со второй очереди еще дополнительно ну там да да то есть чтобы дети соответственно все нашли себе занятие какое-то чтобы не было там одна детская площадка на 6 домов в этом плане да еще там будет детская спортивная площадка единственная сажать сегодня с погодой не повезло с утра шел дождь хорошо что сейчас его хотя бы нет подъезжал уже еще сушки гамак классно вот это качель мне нравится которую такая сеткой у дети ее обожают да это собственно классно давайте подойдем по словам смотрите друзья здесь у нас резиновое покрытие вот я о чем сюда грозно очень удобно потому что раньше советское время есть там дети падали коленками на песок и теплокровища это было нормально сейчас уже такого нет соответственно для этого для безопасности есть вот это покрытие и обратите внимание но она такой прикольный различными цветами сделано что-то напоминает как раз вот если вот такие вот так повернуть то чем-то будет похоже на дом с окнами верно ну дерево конечно это классно натуральный материал держится крепко дема квартиру вас в этом доме в этом доме до представлена да у нас представлена двухкомнатная квартира квартира студия посмотреть отделку оценить уже можем зайдем сейчас все покажу расскажу вот кстати у меня вопрос вот я вижу это балкон он выходит за фасад от снизу есть утепление да конечно там идет утепление бетонная плита получается плитка уже керамическая на балконе есть само остекление холодная тут уже да а утеплитель идет как раз снизу получаю здорово и если я не ошибаюсь по русскому парку я помню что технологические отверстия и вот в вывод вернее уже кабель вы проводите сами да все это уже все застройки еще не нужно долбить то есть пробить уже ничего не нужно основная масса работы уже проведена то есть если захотите поставить кондиционер просто мастер приехал подключил внутренние и внешние блоки и все на ваша ниша находится над вашим окном то есть соответственно под потолком уже все эти коммуникации провели же все спрятано да отлично таким образом но как раз о чем говорили вот она видеонаблюдение и входные группы в уровень землей реально это очень здорово очень здорово это очень удобно здесь коляской спокойно заехал и протяжку а здесь здесь подземный паркинг у нас можно спуститься как со двора так с улицы так и на лифте то есть по проекты все вниз идут один из трех лифтов в каждой парадной ведет в подземный паркинг на 250 мест у нас под первой очереди подземный парк и под второй очереди соответственно так как мне понять какой именно лифт идет там есть обозначена есть обозначение сейчас я помню что по прошлому обзору что ваш коллега демонстрировал что можно попасть с приложения зайти до все открыть с телефона гривоком входные группы у нас вровень землей безбарьерная среда все входные группы оснащаются современными видеодомофонами которые работают с помощью мобильного приложения технологии фейс азии подошел засветился да вот дверь открыли нам по технологии фейс айди в данный момент а при демонстрировал так 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 ну-ка давайте еще раз закрываем дверь друзья смотрим так это какая-то фантастика вот стойте стойте подождите так проверяю нет она открыта почему сейчас она закроется так давайте подождем так все на закрылся закрыта смотрим дверь дверь открыта а друзья это какой-то космос до технологии умный дом здравствуйте вот как видим сквозной проход то есть можете попасть как на улицу так вот года отделка внутри у нас парадных керамогранитах уже выходили получается вот отсюда мы выходили отдали все верно здесь у нас три лифта реликта грузопассажирских все грузы пассажир за до 1000 килограммов каждый раз это такая компания отельцов у меня никто не вызывал я сам прихожу андрей артемов и что сказать а тот молодой человек проведет экскурсию нет я застройщика все верно а вы охрана да о слушайте ребят смотрите подошел охранник поинтересовался блин ну вот это реально зачет что человек увидел нера по камерам нас увидели да что ходит с камер слушайте были вот это здорово сервис да не на самом деле это кстати дорогого стоит когда вот так жильцы во-первых внимательно относится вот тут код хочет снимать что ему там надо верно что он там от нас хочет в каждой парадной у нас видеонаблюдение предусмотрен для безопасности также вот она купольная да вижу до 3 современные грузопассажирских лифта до 1000 килограммов сейчас на одном из них поднимемся вот этот лифт у нас ведет на минус первый этаж соответственно он немного расположен иначе то есть все мы можем здесь на блюд то что здесь есть две кнопки вверх и вниз соответственно по одну на то есть два лифта у нас вот так вот глубь расположены один у нас поперек ну то есть сейчас мы поднимемся и уже посмотрим спам лорасов система указать застройщик сделали да это застройщик все верно вот здесь система указателей чтобы не засусти она вас эти прикольно сделаны получается такое 2d и смотрится очень стильно все верно вот сейчас у нас этот лифт приедет почтовые ящики все закрыт кстати обращаю внимание что кстати вот они у пикапа не почему-то вот обычно они будут покороче где-то вот так здесь плюс 0 сантиметров 8 в длину грузопассажирский лифт не нет заходите с регенерации электроэнергия для экономии у нас какой третий на эти этаж лифтовой холл то есть что можем здесь наблюдать разделение на две отдельных секции прикрепил пачки до перегорел лампочка но мы уже все заявку сделать сейчас они это исправят здесь получается у нас пять квартир в этой секции в этой секции 6 квартир но это принципе немного для современно на самом деле да то есть не ощущают себя в таком большом общежитии то есть реально 5 соседей на у вас на этаже то есть это очень комфортно я считаю ситуация плюс каждое крыло закрывается таким же домофоном как и внизу то есть они конечно соединены между собой пожарной лестнице но в целом из из лифта и снизу если допустим какой-то нежелательный человек попал вашу парадную попасть к вам в квартиру он не сможет ближе потому что внизу пожарной лестнице закрывается каждое крыло закрывается то есть для безопасности в принципе за кем-то можно пройти но дальше соответственно поднялся и все уже все отмечу вот смотрите нужно например 13 квартира я думаю что она вот здесь потому что нумерация есть как с этой стороны так соответственно и с это вот 17 по 22 для меня только пока минус то что вот здесь нет для лифтов таблички которые на котором я понимаю на каком этаже находится лифт ну это нужна и даже нет вот мы межквартирном холле сейчас находимся здесь очень приятно перед посмотрим я вас прошу надеть бахилы да да без проблема года у нас сегодня сейчас выключим камеру один ну что обулись и теперь можно посмотреть и коридоры квартиру воде с этим нужно обратить внимание что это застройщик что-то не застройщик да сейчас плановые ремонтные работы меняется замена трудно полипропиленовая пожарная рукава есть друзья сейчас идет работа еще пока не закончена то есть до 30 апреля они уже планово закончат вот здесь эти можно посмотреть всю красоту тепло шумоизоляция счетчики показания передаются автоматически ну да то есть из каждой квартиры у нас все коммуникации выводится в общий коридор то есть в квартирах лишних коммуникаций счетчиков у вас не будет то есть это тоже очень комфортная такая история двери соответственно тоже все от застройщика да все верно двери светлые скандинавские двери уже не требуют замены они металлические с утеплителем дать датчик движения до датчик движения опять же потому что по энергоэффективности наши дома получили класс а то есть они опять же все это практически самый высокий класс энергии верно так а что счетчиками двухторитные счетчики современные друзья это огромный плюс когда я вижу в домах двадцать первом году обычные механические однотарифные счетчики я честно говоря немножечко в шоке более друзья все есть воды из каждой квартиры да у нас вот такие вот короба убираются счетчики то есть рядом с каждой квартиры такой вот будет тоже счетчики автоматически горячихся подачи кстати слушать очень круто стенка выложена из газоблока снова видно что наклей все промазано и очень аккуратно вот перед вами планировка двухкомнатные квартиры которые сейчас посмотрим сорок восемь и девять квадратных метров сушки до этого в принципе практически как советское время только уже современная планировка у нас получается так вход прихожая понимаю скорее все это кухня две комнаты места под кондиционер и большие окна и круто что здесь раздельный санузел просто если живет например там мама папа и ребенок и все с утра хотят туалет и здесь есть два не один как это а вот кухню все извините туда пойдемте до будем прикройте просто сушать сушки дверь мне нравится смотрите в прихожей у нас на полу всегда зона прихожей отделяется керамической плиткой чтобы ее удобно было мыть обслуживать то есть такая у вас все квартиры с отделкой без ордеры до строго с отделкой сдается отделка вся в таком нейтральном формате так и светлые древесные тона белые флизелиновые обои под покраску выдерживают 68 окрашивание можно как-то экспериментировать с дизайнерскими решениями потолок у нас натяжной матовый высота потолков варьируется примерно 25265 то есть вот такое в таком диапазоне давайте как бы сейчас управе да тут пониже она возможно 44 ну да потому что здесь плит когда потом там у нас может а мы в комнату повыше будет в каждую квартиру у нас сразу проведен интернет то есть видите слаботочная розетка для вай-фай роутера рядом розетка 220 вольт и распределительный щит он утоплен стену видите не крадет полезное пространство и находится на безопасной высоте подписано да от детей тоже что немаловажно конечно вот про прихожей кстати еще извините если например здесь вот я понимаю вот таки у нас да если кто-то здесь захочет установить шкаф как он встроен до правильно называть вот эта история вся полностью закрываю да это тоже не мешаю конечно этого также продумана система выключателей то есть мы заходим в квартиру от видите включаем света дальше проходим тура одну дам выключаем да то есть тоже это продуман мелочное но это очень приятно я думаю кстати то же самое раньше не понимала что вот в жилой зоне у нас ламинат начинается тридцать второго класса износа стойкости тоже очень качественный двери от застройщика вот таких светлых древесных тонов можете да посмотреть ну две двери недорогие но смотрится на рассмотрится очень прилично на самом деле туалет сушки на плане он смотрится меньше нежели тогда он очень простор санужись большой санузел большой есть вентиляция на плитка вот пола до потолка до вентиляции натяжной потолок дополнительный порог на выходе чтобы вода случае там не попадала в зону ламинат вот сейчас вот вот он да это тоже сантиметра 2 это соответственно с нормативами да так положено все верно вот здесь у нас спальня с ним с комнаты давайте спальня общая площадь 11 6 квадратных метров как видите большие наши окна 180 сантиметров за счет этого на 30 процентов больше естественного света выпадает в комнату и меньше темных углов визуально пространство шире и действительно очень светло в комнате лишний раз можно даже не экономить на электроэнергии не включая слушаю вас дмитрий сюда здесь так уютно хочется просто сейчас прилечь так давайте мы друзья смотрите вот знаете обычно как менеджеры говорят что им сказали а мы возьмем с вами по измерим метр восемьсот двадцать шесть на метр девятьсот пятьдесят вы видите здоровые окна очень больше больше да 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 окна у нас двухкаменный стекло стеклопакет хорошую степень шумоизоляции сохраняем суждая тихо да да тут я не восточный проспект достаточно оживленность расчастлива тихо вот как видите звук сразу пошел до некоторые боятся мне еще интересно смотрите у вас идеально чистые окна вы их моете либо здесь просто нет копоти не ну конечно обслуживаем в любом случае не будем показывать грязные окна но у нас и управляющая компания занимается обслуживанием дома поэтому в случае все моем дальневосточный проспект до некоторые боятся квартиру брать с выходом на в дальневосточный на самом деле ничего в этом страшного нет вот единственную конечно да что вертикально вертикальная разводка на наборе ремонтопригодна если брать как плюс то есть это да ну что коммуникации мы конечно да можно аккуратно спрятать за шторами ну для примера поэтому так вот вот конвекторы ставятся вот такого типа да на них можно поставить индивидуальный терморегулятор вот как мы здесь сделали что это за дополнительные деньги лет идет в комплекте от застройщика он не идет там заглушка будет если захотите поставить это просто приходишь в обычный там леруа к примеру там закупаешь просто тебе нравится индивидуальные счетчики опять же на каждом конвекторе стоят они также автоматически то есть показаний сдавать не нужно не автоматически как его до счетчики так и так еще друзья смотрите здесь эти есть вау уплотнитель то не самых дешевых вот эта классная штука если вы хотите открыть окно до для проветривания оставить и ветром его любят на там на корзина видно здесь уже вы выводы есть все это и да здесь у нас кондиционер да вот кондиционер сразу у него для кондиционера вот здесь она дверью место да там дренаж холодогена все это будет спрятано заглушкой то есть получаете квартиру там вот белая заглушка аккуратно спрятана если захотите ставить кондиционер вот очень удобно максимальная часть работы кстати грамотно сделано что-то видите смотрите их застройщик не зря вот это я понимаю показывает то есть вот здесь у нас кровать у нас там например жарко дует кондиционер холодным воздухом он дует вот сюда то есть на вас не попадает у вас соответственно не будет насморка и болеть горло все верно но и кстати вот это решение такое классно до место хранения вот так вот реализации я фанат мебели такие в небесе и да она очень практичная светильник сайте тоже оттуда да у нас вся мебель то есть принципе себя приобретая квартиру у вас есть такое что вот я говорю ребят не вот это все нравится дайте мне артикула что мне купить у вас есть можно подобрать да но местная полностью мебели ровная квартира пока не продаем со меня я понимаю я говорю что я понимаю что будет там обои там ламинат да да все верно если решение какое-то понравилось не проблема абсолютно карнизик знакомый тоже не такой же висит вот датчики дыма в каждой комнате установлены тогда по нормативу по до датчики тепла установлены в коридоре меж комнатной стенки с чего сделано там у нас разные перекрыть там есть по загребную силикатный блок есть некоторые гипсокартон здесь у нас между санузлов вот здесь костина друзья здесь помещение с двумя с двумя окнами это очень светло блин это реальная мечта это очень круто для примера обои покрасили в другой цвет но чтобы могли посмотреть как они изменяются вообще при окрашивании как их фактура меняется цвет очень приема страны я скажу что отмечу даже что очень приятные сами по себе обои по фактуре то есть они такие не ярко выраженный рисунок на котором не будет скапливаться пыли но когда смотришь то видно что какая-то кризи антуры небольшая небольшая проявлен но смотрится прикольно соответственно второй кондиционер у нас также установлен в этой комнате то есть мы в каждую комнату вывод делаем кроме кухни то есть кухне там нас кондиционер не установлен вот конвекторы тоже лично окна сушки очень уютно очень на высоту можете измерить в а мы сейчас дальше открою вот кто хочу здесь посмотреть отлив бы конечно могли получше закрепить болтается немножко так а вот это у нас это не эксплуатируемые кроме платируем так было прикольно лесенку вниз спустил вышла и шашлык не стоит уже пожарники приедут у нас это следят за этим ну раз охрана подошла причем быстро мы сколько с вами проходили там 10 минут и сразу уже и жители то есть уже кто не подходил кто там ходит до 254 ну да вот розетки у нас до себя достаточное количество розеток проектируется что мы давайте посчитаем вот в этой комнате у нас получается 1 до 1 там свечи нас две розетки отбойник тоже для двери уже на это уже устанавливаем отделки все верно вон там две розетки для светильников 2 ну под телевизором там у нас есть не понимаю на этом зале розетки так нужно где-то еще тут есть сейчас посмотрим не здесь нет вот коридоре также можете наблюдать розетки есть то есть если что там про пылесосить надо что можно там протянуть провод в кухне тоже внизу вот разе давайте сейчас в ванну посмотрим давай давай сердце квартиры это кухня конечно ванная комната 32 квадратных метров здесь мы видим она честно смотрится наверное за счет правильной формы намного больше да совершенно верно весь комплекса техники получаете в отделке акриловая ванна 170 сантиметров раковина на пьедестале два смесителя кран экран будет закрыть да все верно здесь будет к водка да это все будет смесить вида разводка для освещения чтобы мы не подключить зеркало с со подсветкой полотенцесушитель его в комплекте не будет но розетка для него есть он электрический на самом деле электрический они очень так не я согласен с вами что я считаю что хорошего жили на работал чем важеной вентиляция механическая вот ну что теперь друзья перима сердце сердце этой квартиры вот она здесь у нас кухня 10 квадратных метров как можете видеть но опять же за счет правильной геометрической формы ощущение что ощущение больше да то есть не такого что я просто когда вот смог здесь метров как-то мало на самом деле иди смотрю да но мы даже стол видите таким образом поставили но четыре человека здесь спокойно гостей рассадить здесь будет кто-то готов еще не сюда здесь можно передвигаться и находить то есть очень комфортная такая вариант вот атаку например реализации кухонный гарнитур вдоль стены поставить встроенный холодильник вся разводка уже будет здесь силовая розетка для духового на смаза понимая здесь розеточная группа выводы будут для посудомоечной машины тоже все проведены все розетки уже будут максимально удобный вариант расставить мебель и можно заезжать вот плюс еще том что дома сдаются полностью число отделкой что вы не будете жить в вечном ремонте потому что поэтому да у вас и лифты без того избавиться как обычно закона поэтому тут очень комфортный вариант когда дома полностью чистовой отделкой дверь с окном идет вот кухня вот такого формата так друзья еще значит давайте сейчас ориентирую вас по цене я специально вчера посмотрел однокомнатная квартира в этом доме стоит от 6 миллионов 700 тысяч рублей все квартиры с отделкой машина место если вам необходимо она стоит 709 тысяч рублей от и кладовки стоит от 493 тысяч рублей а самая крутая цена это на коммерцию 83 тысячи квадратных за метр но надо купить 730 метров это у нас часто не такая а это частный детский сад все верно друзья я теперь знаю что у них детский сад стоит чуть более 60 миллионов рублей да все верно вот смотрите здесь примеру живет семья мама папа это ребенок один там или два не важно вот в детский сад куда они сейчас пойдут то что ваш сайт еще строится строится у нас через дальневосточный проспект если перейти у нас там есть то есть вот вот и детский сада 2 а вот он все в принципе ведь и невский район он уже с достаточно сложившейся инфраструктуры все уже рядом все объекты социальные инфраструктуры магазины торговые комплексы здесь все в непосредственной близости такой уже обжитый хороший район поэтому многие да кто вот выбирают они за счет этого и берут квартиру именно здесь потому что здесь уже все готово дни да мы строим детский сад его пока что нет конечно но кстати сейчас открою окно здесь будут классно видно и сама территория кстати сверху очень круто смотрится да все верно и вот он детский сад конечно когда он будет готов из туда попасть это просто вышел тут одна минута и ту же в саду это очень удобно я согласен хорошо в сад а если дети постарше им нужно в школу куда школа смотрите школа здесь будет реализоваться от лср нарядом здесь строится до школы через дальневосточное там также есть то есть надо посмотреть если интересно по карте они там же расположены две школы я понимаю скорее всего где-то рядом детским садом советское время все это струю верно от фасадов я этих реально тащусь мне очень нравится если квартира будет с выходом на дальневосточный проспект и она будет выше там 10 условно этажа то очень хорошая панорама открывается потому что там более малоэтажная застройка и такие видовые квартиры очень здорово то есть друзья учу мне сказали а здесь есть вентиляция клапанами микро проветривание такие устанавливаются да все вернуто реально круто на каждое окно ставится так еще если не ошибаюсь у вас здесь нет классических советских переходных балконов когда мы с лифтового холла по лестнице по балкончику перехвата такого нет чтобы почему к сожалению наоборот еще против этого не но некоторые хотят посмотреть как это выглядит из вид сверху там мы не можем там посмотреть как 20 там просто обычная лестница за обычная лестница без ока без ока да то есть вид мы не сможем увидеть она именно для чрезвычайной ситуации или что-то произошло можно просто спуститься совершенно верно так что еще покажете студию здесь у нас квартира студии есть на можем ее посмотрим давайте перед вами планировка студии 26 1 квадратный метр здесь еще окну же больше должен да да вот здесь очень большое окно прихожая здесь 4 8 квадратных метров с большой нишей под шкаф то есть здесь самый глубокий шкаф языке и стоит естественно керамическая плитка на полу жилой зоне ламинат все аналогично в отделке только до окна у нас побольше здесь она 210 должно быть в ширину высота она такой же давайте измерим друзьевать чтобы не быть голословными ширина 1 93 а поменьше на 18 практически квадратная да но она куда но видно до что надо больше чем до комната тоже максимально правильно геометрической формы то есть она приближенная квадрату конечно прямоугольник но не вытянутая чтобы опять же легко распределить весь интерьер здесь вот видите мне плавно переходит в рабочую зону зона отдыха не сушки очень классный пример зонирования пространства да то есть в принципе такой старт стартовая квартира все верно для одного человека я считаю вообще идеально ну в принципе там два человека тоже стартовая квартира либо если сюда ездишь куда периодически по работе то вместо чтобы гостиницу за гости квартире квартиры очень под инвестиции рассматривать под дачу да не прям очень хорошо вот эта высота что уходят да поэтому знаете почему потому что друзья большой плюс что она уже с ремонтом вы не вкладываете свои деньги вы просто делаете вот такой же красивый обустройство вас эту квартиру сразу же с руками как говорится заберем вот уже два источника освещения за счет того что здесь у нас 18 7 квадратных метров вот это общая площадь комнаты идет побольше освещения с освещением все хорошо здесь даже больше не нужно конечно плюс дополнительно может что-то поставить ну по мне всего хватает чудо и здесь совместный санузел в душевым поддоном идет вот посмотрите пожалуйста тут соответственно можно либо душевую кабинку поставим либо соответственно подумать на себе самому сделать стиральную машину здесь реализовали в кухонном гарнитуре то есть выводы все это все там 10 на 10 нас приятно ли на принципе да потому что здесь обычно в таких квартирах там не думаю что готовят там да как в трешках доказать большое количество детей здесь две конфорки вот уже видите так вот вся электрика уже также проведена что еще покажете в целом ну по квартирам показали если хотите можно подземный паркинг посмотрите давайте посмотрим это очень интересно да посмотрим сухо ли у вас подземном паркинге мы что все в одессе пойдемте посмотрим да вот эти она друзья выход давайте спустимся дмитрий по лестнице мы же спустимся партнер паркинг не парк мы снесемся только с улицы если заходить вот так бахилы бахилы на сами вот паркинг у нас ведет вот именно этот лифт поэтому потом еще становится на нем сразу всегда на нем мы спустимся все верно вот компания наша сейчас работает в онлайн режиме все в таком удобном для клиентов формате можно все из дома максимально купить квартиру минимум усилий и максимум результата ну кстати да вот это мне понравился я например вчера друзья к сожалению сейчас не покажу может быть сделаю там скрин эсэмэски от компании пикуся в телефоне зашел на сайт выбрал интересующий объект экскурсия выбрал день выбрала выбрал дату выбрал время мне пришло уведомление мне никто больше не звонил все пришлось у нас где меня ждут и прямо навигацию прокладывают именно к этому подъезду где меня будет ждать менеджер сегодня мне утром там за на часа полтора до вы позвонили сейчас да обычно у одессе смотрите вы с больше не сняли дальше пока но первый год он любом случае остается вот в тех лифтов у нас уже сняли в этом еще видим не дошли а так лифта тоже видеонаблюдение как можете видеть тоже но тогда нам если друг застрянешь что здесь есть так друзья мои любимые темы проверяем ждем да здравствуйте проверка связи как слышно что что еще раз меня зовут андрей артемов я снимаю обзор про этот комплекс и проверяю все ли работает спасибо большое слушайте это круто я потому что в одном комплексе помню не мог дозвониться ждал ждал мне так и никто не ответил но вот эта высота такой настоящий лофт вот здесь выход на лестнице чтобы соль на улицу попасть а это то что как раз у меня оказывали и мы выходим прямо из дома вот здесь вот подземный паркинг слушайте классно вот это у нас одна из нижних точек она идет под наклоном для того чтобы грязь вода стекала в канализации все верно машины места также можно приобрести в личном кабинете тоже очень удобно если у вас квартира уже приобретена там можете выбрать подходящие для вас машина место напомню что машина место стоит от 709 тысяч рублей цена в первую очередь будет зависеть от близости к лифтовой группе потому что но чем ближе к лифту место тем будет чем дороже паркинг неотапливаемый но температура здесь достаточно комфортно то есть машина не промерзает а для автомобиля на бороться с зимой лучше когда он не отапливаем тёплый кузов те выезжает резков холод то даже не очень плюс затрата на тепло знаете что-то такое здесь есть чем-то напоминает скандинавов то есть они вот не запариваются как у нас нам как-то все сделать отделку все покрасит у них вот обычно сможет им бетон как раз вот колонны выделим для того чтобы не дай бог никто не влетел выделенные места стоят соответственно ограничители на то есть назад чтобы туда вот просто можно ехать до стука задних колес об ограничитель все верно прикольно он охрана уже вышла сушки все больше не смотреть принципе ты не чудо ну целом да вот так вот все расположено нигде я здесь не вижу ни подтеков не отвалишься штукатурки потому что здесь везде бетон до шлифована бетоном низу то есть тоже все это очень обратно разметка вся ну да соответственно ты знаешь что в студии седьмое место его никто не займет конечно естественно большое наблюдение система пожаротушения это все в паркинге есть то есть для безопасности опять же ну да взором как раз выходили вот она камера и на два места я понимаю можно посмотреть и на вход то есть понимаешь кто входит в ухо на компания уделяет очень много внимания безопасности чтобы все бензом визору когда застройщик уже все это продумывает и потом тебе дом там никто не долбит не сверлить не стоять дополнительно камера то есть они уже все принципе и все верно в чем камера то не это не китайская за 1000 рублей так все мы сейчас выходим по лестнице если хотите да то есть можем во двор сразу понятно а давайте по лестнице поднимемся давайте пойдемте вот у нас лестница здесь даже на полу плитка до дома комфорт класса стараются все беленькая чистенькая да а вот дома сюда и выходим да вот мы вышли во двор класс вот целом до рассказал всю основную информацию так есть какие-то вопросы еще остаются задавайте сюда нет вопросов нет по цене все я уже заранее посмотрел отлично по кладовка а слушать а кладовки кстати где кладовки у нас расположены также на минус первом этаже они от ближе к тому корпуса то есть там тоже есть вход снаружи можно из лифта попасть то есть а из этого корпуса паркинг пройти там по парда по паркингу в ту сторону пройти это тоже можно исходить а кладовки там метраж какой не помните смотрите там метраж тоже различается есть 37 метра есть там 46 есть 6 метров то есть вот такой раз такие приличные кладов да и бетонная стяжка кирпичная кладка то есть отделки там нет дверь какая то есть двери есть закрываются конечно дмитрий огромного спасибо что провели экскурсия спасибо хорошего дня и продаж хорошего дня всего доброго напротив жилого комплекса дальневосточный строит группа компании лср называется жилой комплекс цивилизации это будет друзья 25 домов но зато будет четыре детских садика две школы будут паркинг вот он как раз впереди мы увидим посередине сейчас ваших экранов однокомнатная квартира в этом жилом комплексе жк цивилизации стоит от 5 миллионов 700 тысяч рублей а парковочное место от 550 тысяч рублей за место вот это в центре кадра это давно сдан уже жилой комплекс цивили ой цивилизация ренессанс и здесь однокомнатная квартира стоит от 7 миллионов 600 тысяч рублей например если взять дальневосточный и цивилизацию то здесь конечно разные технологии строительства это панельное жилье полностью то есть здесь у нас панель это фасад панели это перекрытие толщина перекрытия около 12 сантиметров фасадная стенка 14 16 сантиметров то есть вы понимаете да что будет звукоизоляции но большой плюс что дома соответственно обшиваются базальтовым утеплителем потом это штукатурится фасады смотрятся симпатично и у них высокий класс энергоэффективности это класс b и класс соответственно а здесь технология немножко другая давайте я повторюсь это панели фасад и внутри все в панелях а межэтажное перекрытие это монолит соответственно звукоизоляция здесь будет чуть выше друзья но соответственно мы знаем то что и у компании лср там будут тоже прекрасные дворы поэтому погулять здесь будет и есть где когда соответственно это все достроит и сдадут ну представьте какая здесь будет красота напомню конечно хотелось чтобы здесь было чуть больше деревьев и общей бы деревья чтобы они были высокие зеленые это на самом деле очень здорово так ну давайте попристаём к жителям с вопросами еще раз добрый день вас как зовут валерия а меня зовут андрей как давно вы здесь живете в комплексе уже целый год как вообще оцениваете качество жилья здесь 10 из 10 на мой взгляд то есть все очень круто мне на что шумоизоляции ну шумоизоляции мы на самом деле много вы не ожидали потому что во всех новых домах сейчас не очень супер ну как найти это там терпимый не обращая внимание там ну слушайте если бы у меня не было ребенка наверное я вообще не обращал внимание так у меня маленький ребенок я скажу что терпим а то есть знаете бывает такое что там сосед за стенка разговариваю то ты это слышишь вот есть такой или нет если просто разговаривать нет если никого не слышат но если где-то я понимаю там ребенок будет бегать там топать долбить по стенам там палка это будет слуха не естественно отвалились ли у вас обои со стен за этот год нет что переделали своей квартире ничего не переделывали здесь была отделка единственное что сделали это покрасили стены а изначально все беленькая до было красивым но мы под себя просто сделали цвета у застройщика брали либо сами выбирали цвета не это они вот предоставляют вот именно то есть они дают определенный там палитру цветов уже красили мы красились ну красили я понимаю сами от цвета взяли у застройщика убирали сами тоже сами выбирали то есть то что вам понравилось то соответственно выбрали что здесь транспортной доступностью все прекрасно то 10 из 10 вообще там остановка здесь остановка ну до метро пешком по прямой номер 15-20 это для меня не проблема я и на метро не есть дочки сколько лет дочки два года два годика то есть получается когда в садик пойдете уже пойдете в садику здесь удобно не знаю если успеет достроиться то но они в чем году уже должны сдать в конце года ну я честно говоря не знаем мы стоим просто на очереди на 22 год поэтому я сумму об этом не думаю еще но в любом случае здесь много садов и школ вокруг поэтому это же не прав и вот в магазин сходить за продуктами куда здесь обычно ходите но вообще-то с началом пандемии мы никуда не ходили заказывали на дом доставку кстати да это сейчас у нас кстати здесь в доме яндекс лабора да я видел это очень круто так сходи здесь через дорогу пятерочка через дорогу магнит чуть подальше пройти большие ленты гипермаркет поэтому это тоже не про мега дыбенко есть когда выбирали жилье какие-то еще комплексы рассматривали слушать ну на самом деле нет просто нам очень пора здесь и расположение все как это выглядит и поэтому нет сразу остановились на этом то есть уже знали эту компанию что сдают там вовремя не обманывают что не будете там этими кинутыми дольщиками ну да у нас просто человек с которым мы выбирали риэлтор на то есть ваш у вас риэлтор и своя и он у него получилось так что к племянник работает в этой компании поэтому мы как-то так и звезды сошлись у нас то есть он нам даже ее не предлагал мы с вами начнем говорит о а у меня вообще-то здесь еще и родственник работает как там это то что он еще и все изнутри кухни поэтому смело брали не думаю что там какие-то по за нас квартиру кстати вам вовремя передали все в порядке было ну там плюс-минус месяц это особо роль это сыграло да не так что некоторые по какие-то замечания были при приемке но ничего существенно что-то было там за стенка там сломалась ничего такого не было все было в порядке там мелкие какие-то сейчас бы быстро исправили да да быстро в течение недели очень здорово пообщаться с должным жильцом с позитивным человеком большое спасибо вам спасибо вот так же будете гулять друзья и вы если приобретете квартиры вот в этом доме приятно конечно когда позитивные отзывы потому что я сам по себе позитивный человек и когда там знаете не понимание контент людей которые приобрели и столько гадостей говорят и причем на эти бывает такое говорят что вообще принципе не о чем когда да что такое есть застройщик обещал балкон там он есть договоре его к примеру не там или отделка квартиры должна быть она там некачественно то это конечно другой разговор но мне например вот лично очень импонирует застройщик на тем что у него и интересное планировочное решение и очень красиво смотрятся фасады они просто офигенные ну и само конечно место расположения этого жилого комплекса не может не нравится потому что все шаговой доступности кстати ближайшая школа вот за грубо говоря во дворе жилого комплекса ренессанс ну что здесь еще из вот если посмотреть принципе здесь современных жилых комплексов практически это больше и нет вот туда если чуть дальше есть жилой комплекс легенда на дальневосточном со смарт квартирами которые сданы с не ошибаюсь еще там восемнадцатом году и все вот сами обратите внимание на фасады конечно жалко что сегодня вот такое серое небо было бы не серый смотрелось бы всего поинтересней очень прикольно сделана архитектура смотрится конечно это все здорово и даже обратить внимание что корзины сделали в цвет стен что здесь что соответственно здесь но с парковкой конечно если посмотреть вот обычно открытая бесплатная парковка для всех ее здесь конечно катастрофически мало но это друзья и понятно потому что здесь очень дорогая земля такой земли в городе уже ну просто скажем не осталось соответственно конечно здесь нужно просто покупать парку себе парковочное место для того чтобы не парковаться где-то на проезжей части и но я представляю что просто здесь вечером творится все те кто не приобрел парковку здесь просто все занято машины стоят вот как и здесь остались на проезжей части там где-то в соседних кто-то дворах паркуется кто-то паркуется дальше а вот кстати вот она это яндекс лавка про которую нам говорила жилец этого дома мы с вами прогуляемся вот туда вперед о смотрите сейчас здорово видно вот видите машина выезжает из паркинга вот молодец купил себе парковку да вы только посмотрите с наземной парковка как я вам говорю здесь просто все забито все в машинах если вы не приобрели парковочное место напомню от 700 9000 рублей то будете нарезать круги что припарковаться на этой либо на противоположной стороне кстати друзья представляете что полтора года назад двухкомнатная квартира здесь стоило чуть меньше 6 миллионов рублей а сейчас она стоит почти 8 7 800 7 900 от впереди мы с вами можем видеть по улице крыленки жилой комплекс юность и студии там стоит от четырех с половиной миллионов рублей но сами понимаете сколько соответственно стоит уже однокомнатная квартира вот сейчас можем с вами лицезреть как происходит монтаж оконного блока но что тут говорит друзья фасады конечно смотрится прекрасно буквально в двух километрах от жилого комплекса от группы компании пик на дальневосточном 15 находится жилой комплекс легенда это первый проект в санкт-петербурге с умными планировками так называемый смарт квартирами вот этот комплекс и сейчас посмотрим что друзья с ним стало за несколько лет после того как его сдали жилой комплекс легенды друзья это 7 от 11 этажных домов первые два этажа занимает коммерческие помещения и это здорово вот это кстати чем-то напоминает на васильевском острове напротив метро приморская есть длиннющий дом по новосмоленской набережной его там как раз идешь справа колон только там чуть-чуть пошире и вот чем-то это напоминает прямо напротив легенды находится жилой комплекс рио и здесь однокомнатная квартира друзья с ремонтом от застройщика в которой уже пожили люди стоит от шести с половиной миллионов рублей в жилом комплексе калантай аналогичная ситуация квартиры от шести с половиной миллионов рублей друзья хотел вам продемонстрировать жилой комплекс легенда на дальневосточном проспекте дом 12 я считаю что это один из крутых проектов своего времени потому что так никто не строил это смарт умные по нынешнему время планировочные решения и я отмечу что в этом комплексе практически ничего не продается 23 лот однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов трехсот тысяч рублей с комплексом все шикарно все хорошо ну конечно там снаружи если присмотреться и посмотреть внимательно там еще долго ждать пока это все оккультурится охранника не пустил меня зайти во двор чтобы я вам показал это видео сказал что съемка запрещена запрещено каким-то внутренними их распоряжениями стал просто стеной на входе чтобы меня не пропустить начал кому-то звонить сказал ко мне сейчас подойдет управляющий с управляющей компании прошло 10 минут и в итоге управляющий сказал что он не подойдет и не хочет со мной общаться вот уважаемый управляющий если ты смотришь этот ролик то знаешь что ты редиска и нельзя так поступать вот я основа на этом объекте жилой комплекс дальневосточной 15 от застройщика пик друзья сегодня 1 апреля 19 часов 51 минута и это не шутка слушайте внимательно многие из вас знают но некоторые не знают о том что на октябрьской набережной дом 44 был не и а в этом не был небольшой ядерный реактор и у многих вопрос все ли здесь друзья в порядке у меня кстати такой же вопрос не опасно ли жить и находиться у этих домах и в этих домах именно для этого сегодня здесь со мной находится специалист по измерению радиации знакомьтесь друзья здравствуйте меня зовут евгений я являюсь специалистом по измерениям радиации что за прибор это евгений так прибор профессиональный прибор это российский он мкс 01 с 1 м прибор занесен в реестр государственный вот имеется на него поверка то есть сейчас на данный момент 14 микрорентген в час это сейчас чтобы да все видно да все видно было это 14 микрорентген час это нормально 14 микрорентген не нормально это сколько не нормально это свыше 30 микрорентген час уже считается нежелательным превышением нежелательно с вами вот сейчас еще вопрос мы будем мере только в одной точке или нам нужно в нескольких точках за миг конечно в несколько нескольких точках походим измерим посмотрим может вы с собой взяли еще прибор что это за приборы расскажите электромагнитное излучение делится тоже на два вида высокие и низкие вот этот прибор а таком от это 2592 измеряет высокие частоты это у нас вышки всевозможные это пролоп вы имеете виду да нет вы вышки вышки сотовый ся сотовой связи вай фай можно сказать вся слабо . который идет телефон и вот и так далее а синий как раз прибор это да это на низкие частоты то есть он линии энергии до или передачи который как раз высоким это можно кстати зафиксировать без проблем если какие-то кабеля протянуты к дому а трансформаторный прибор покажет да прибор покажет то есть можно идти и он сразу же покажет даже вот наличие электромагнитного излучения даже под нами вот даже его сейчас так включим сейчас начнем синего до прибора да начнем синего прибора но данный момент здесь показатели здесь показатели показатели это в норме то есть это базовое значение не базовое значение не нормы это сколько это свыше здесь измерение проходит микро теслах силы на квадратный метр то есть ненормальное значение это свыше 0 50 если соответственно здесь было бы плохо то он бы сразу хорошо газа правой руке желтый прибор это что у нас желтый прибор высокая высокое электромагнитное излучение пока высокие частоты кстати слушайте смотрите я убираю телефон на самом деле они там слушайте плавают мне показалось он просто становится больше меня в кармане тоже телефон ну да это периодически вот он показывает значение 1714 там 2 было я видел 19 да вот сейчас имеется вот это норма или нет нормально это норма это норма если соответственно не норма то будут показатели всегда 10 и больше и больше соответственно если это плавает то это нормально если плавать он и должен плавать это нормально главное до 10 давайте предлагаю пройдем прямо и направо, там как раз я видел вчера прокладывали электрокабель для, соответственно, стройки. И понимаю, что синий прибор как раз нам сейчас все и покажет. Смотрите, как с собаками гуляют. Сразу будет понятно, подключен он или нет. Вот здесь они его зарывали. Вот, вот. Нет, он не подключен. Он не подключен, но кабель там есть. Давайте тогда подойдем к следующему дому и померяем там у него. 13 микрорентген в час. Да-да-да, видно. Соответственно, и эти приборы все показывают норму. Да, соответственно, все приборы показывают тоже. Нормы ничего такого криминального нет. Идем тогда дальше. Здесь все в порядке. Вы меня успокоили. Все отлично. Соответственно, если бы здесь соседний застройщик ЛСР тоже было бы что-то плохо, то, соответственно, прибор бы это показал. Все, конечно, все сразу бы показал. С традиционного фона все в норме. Вот специалист. Вот 13 микрорентген в час. Это норм. Кстати, рекомендую, вместо Остро Мобайл, если вы профессионально снимаете, лучше DJI Pocket купить. Рекомендую. Спасибо. Потому что у меня их коптер и сама камера. Просто съемкой занимаетесь. Электромагнитное излучение тоже и не измеряете, да? Не слышу? МИ. Ну, электромагнитное излучение, да. Просто оно тоже делится на высокие и низкие частоты. Вот измеряю. Мобильные связи. Ну, это высокие частоты. Вот у меня высокочастотный прибор как раз. Кстати, вот вы работаете в мобильной связи. Вот если вышку мне на дом поставить, это отразится на здоровье жителей последнего этажа? Смотря где поставить. Если прямо перед окнами, то задний лепесток, да. Если на крыше нет. На крыше. То есть это не опасно. Даже если у тебя нет тех этажа. Там же они направлены под определенным углом. Поэтому у вас как раз таки связи от нее и не будет. Задние лепестки есть, но они не особо. Связи не будет, но при этом и со здоровьем. Приезжают на сайт, вырубают сайты и не могут позвонить. Понятно. Пойдемте. Сам считаю. Лично мое мнение, что все равно нежелательно. Все, пойдемте вовнутрь. Спасибо большое. Слушайте, ну вот получается, здесь у нас с полем все в порядке. Я понимаю, здесь у нас также 13 микрорентген. Да, здесь остается минимальная погрешность. А, уже здесь этим меньше стало было 8%, а сейчас 6%. Да, ну это процент упал. Погрешность. То есть сейчас 13 микрорентген в час. То есть это точный показатель. Я уверен, вам такого еще, друзья, никто не показывал. Раз здесь все в порядке, специалист Евгений сказал, что все хорошо, можно спокойно жить и не переживать за радиационный фонд в этом жилом комплексе, мы с вами отправляемся на Октябрьскую набережную, дом 44. Посмотрим, что там. Да, сейчас посмотрим. А вот мы и дошли. Октябрьская, дом 44. Дом от группы компании Полис Групп. Микрорентген сейчас. Да, видно, 15 микрорентген. Сейчас, давайте пройдем туда вперед, посмотрим. Снимаю все одним дублем на всякий случай, что вдруг он заорет, этот прибор, и надо отсюда просто бежать и предупредить людей. 15? 15. Вот, чтобы все видели, что действительно мы здесь. Никто никого не обманывает. И вот этот объект за этим забором. Двойным забором. Так, ну дальше можно не идти, подсветочку. Мощность дозы 15 микрорентген в час. Вот встали снова на угол, начали разглядываться. Обратите внимание, две камеры, которые прям по периметру просматривают. То есть, будет ли пересечение вот этого участка, либо, соответственно, нет. Колючая проволока, утонка. Здесь вот целая куча намотана. Здесь стоя опасная зона. Вот это, конечно, прыгает. Так, вход без масок. Охрана. Это в ГУП. Управление по северо-западу. Филиала в ГУПах. А, ну это охрана. Ну, я понимаю, что, скорее всего, это там. На обычном объекте такого не было. Потому что раз, камера, два, три, там все везде в камеру. Да, все в камеру. А, вот здесь, кстати, можно просмотреть. Да, там особо нифига не увидишь. Ну, как видно. Блин, такое чувство, что зона какая-то. Можно, кстати, в щель камеры заснять. Что там? Я думаю, народу будет интересно. Получится? А там фигово видно. Ну, тут видно, что для автомобилей стоит такая тренога, как во время войны ставили, чтобы типа не проехали. Да, и смотри. Но здесь у нас, что с фоном у нас радиоактивно? Ворота прям зона какая-то. Да капец. Напоминает зону. 15-15. А можно подсветку вещить, чтобы показать. Да, 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 да. Сейчас все будет. Мощность дозы 15 микрорентген в час. Так, кстати, можно подойти. Здесь, смотрите, друзья, был проход. Соответственно, здесь можно ходить. Нигде нет указателей о том, что это запретная зона. И мы можем спокойно пройти. Да нет, все отлично. Все неизменно. 15 микрорентген в час. Если было бы что-то, то я думаю, что здесь уже бы просто увеличивалось бы. Вот, кстати, отсюда хороший показатель. Вот, если обратить внимание на дальневосточный 15, то видим, что огромное количество света в окнах. То есть дом заселен, мне кажется, процентов на 90, если не больше. Друзья, если вам нужны услуги, чтобы измерить радиацию в доме, автомобиля, есть Евгений, обращайтесь. Номер оставлю вот здесь, прямо в ролике. И ссылку кину в описании. Евгений, благодарю, что рассказали, измерили радиационный фонд. Вот это для меня, я полагаю, и для моих подписчиков, и те, кто будут смотреть этот ролик, это достаточно важный аргумент, потому что все мы знаем, что находится рядом. Реактор – это всегда страх, все мы помним припять. И прибор показал, что здесь все в норме. У нас получилось от 13 до 16 микрорентген в час вот в этом районе, где сам дом, там везде у нас было 13, правильно? Да. Благодарю. Все, можно жить, и ни о чем не беспокоиться. И не бояться. Все есть в норме. Да, и не бояться, все в норме. Главное – платить коммуналку вовремя. Я не знаю, как вы, но я, если честно, ожидал, что здесь будет жопа. Но ее здесь реально нет, и измерение, то, что мерил Евгений, получилось, что все вообще нормально, все в норме, здесь отлично. Хорошая экология. И не только по радиации, а еще по электромагнитным полям, друзья. Вот это реально очень круто. Для меня, например, это очень неожиданно. Не знаю, как для вас. Вот напишите свой комментарий, что вы вообще думали. Что здесь с радиационным фоном, когда мы знаем, что недалеко совсем в шаговой доступности находится реактор. И со слов жильцов, его просто законсервировали. Давайте подытожим по данному жилому комплексу. Конечно, мне хотелось вам показать жилой комплекс от «Легенды», «Легенды на Восточном», но, к сожалению, не получилось. Возможно, когда-нибудь такая у меня будет возможность, и я вам покажу, как поступил застройщик, какие у него планировки. Но это будет совсем другое видео. По дальневосточному 15-ти я ожидал, конечно, здесь немножко другую историю, но по измерениям здесь получилось все в порядке. И нет никакого превышения. Поэтому здесь можно спокойно жить, расти детей. Измерили, кстати, и на детской площадке. Там тоже все в порядке. И по радиационному фону, и по электромагнитному фону, что, оказывается, очень тоже, друзья, важно. Если вам нужна помощь в покупке либо продаже недвижимости, друзья, звоните и пишите мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на этот ролик. Ну, а я, как обычно, не прощаюсь с вами, а говорю, до скорой встречи. Вот здесь собираются желтые человечки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok